Всем огромный привет! Добро пожаловать на канал Amelie Life. Поскольку я являюсь обладательницей абсолютно прямых волос, вполне логично предположить, что я обожаю вьющиеся, струящиеся локоны. И поскольку матушка природа мне таких не дала, я всегда ищу способы создать их искусственно. Сегодня я поделюсь с вами техникой выполнения укладки, которую вы сейчас можете наблюдать на моих волосах. Для создания такой укладки нам не понадобится ни плойок, ни утюжков, ни бигудей, ни каких-либо папильоток. Все, что вам нужно, это две вот такие обыкновенные веревочки. Вы можете взять какие-нибудь красивые ленточки. Я же предпочитаю обходиться подручными средствами и извела на это делаю одну из старых наволочек. Выполняется данная укладка на свежевымытую голову. Волосы должны как следует высохнуть, после чего мы начинаем плетение. Первый этап нашей прически. Мы моем голову и высушиваем волосы примерно на 95 процентов. Расчесываем наши волосы, выделяем пробор, которые мы обычно носим. Далее мы выделяем прядь на макушке. Она должна быть достаточно широкой, поскольку за счет этой прядки наша макушка будет объемной. После того, как прядь выбрана, мы зачесываем ее на сторону, как бы навстречу основному пробору и делим на три части. Это и будет начало нашей косы. И начинаем плести косу в технике коса наоборот. Это плетится так же, как обычная коса с подплетом, только все прядки у нас накладываются одна на другую не сверху, а снизу. После чего нашу веревочку мы также вплетаем. Обязательно косу проплетайте до конца, даже когда остаются маленькие хвостики. Веревочку вам заменит часть волос, поэтому проплетайте как можно дальше. Чем дальше вы проблетете косу, тем меньше у вас будет прямых кончиков. Теперь заплетаем такую же косу с противоположной стороны. Если вы раньше никогда не плели такие косы, то сперва у вас может не получиться, но с практикой вы даже сами не заметите, насколько виртуозно станете самостоятельно заплетать себе такие косы. Главное это понять саму технику. После того, как наши косы готовы, даем им время хорошенько высохнуть. КОНЕЦ 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 И вот как спустя несколько часов выглядят наши волосы. Да, немножко лохмато, но мы сейчас это исправим. Расплетаем косы. Прятки разбираем руками, ни в коем случае не нужно их расчесывать. Взбиваем прятки для большего объема. И вот что у нас получается. Такие шикарные волны. Мне результат очень нравится. И вот какой эффект у нас получается при расплетении. Как видите, мне этот эффект напоминает немного эффект на плойку такую, знаете, тройную. Я надеюсь, вам понравились локоны, которые у меня получились. Пожалуйста, напишите, какого результата вам удалось добиться с помощью моего способа выполнения укладки. Если вам также известны какие-то техники выполнения укладки без вреда для волос, без применения каких-то электрических приборов, Пожалуйста, напишите, давайте делиться опытом и способами превращения прямых волос в бьющиеся. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого. Буду рада видеть вас на своем канале. Всем пока!